Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам показать пример одной партии одной игры в ферии. Обзор я на эту игру делал недавно, поэтому отправляю вас к нему. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Сходите, посмотрите. Ну, а сейчас для начала надо собрать колоду. Колода у меня есть, но я хочу вам показать вообще, как это делается. Вообще, у меня есть еще 355 золотых. Давайте пару колод купим. По-моему, она 100 золота стоит. Вот набор карт. Раз, два, три. И теперь эти колоды откроем. Что тут будет? Вот видите, качество карт. Ну, две синеньких, остальные обычные. Продолжим. Еще одна колода. Ну, одна фиолетовая. Уже неплохо что-то. Причем для игры через горы. Я вот люблю играть через горы. Последняя доступная колода. Еще одна фиолетовая. Правда, тут на пустыню. Теперь, собственно, создадим колоду. Новая колода. Во-первых, чтобы вам проще было, тут, видите, сделана возможность выбирать томы определенные. Вот это том на нейтральные существа, это на лесные, это на водные, это на горные. Вот я хочу через горы поиграть, попробовать. Давайте вот выберем все. Либо я могу просто пойти в сами карты и выбрать их. Просто уберу эти горы и буду добавлять карты, рассматривая их, нужны они мне или нет. Давайте с самых дешевых начнем. Так, за единичку маны нету, за две маны. Ну вот, недавно мы эту фиолетовую открыли. Казармы кобальтов. Дружественные существа на соседних клетках имеют 2 плюс 0. Но это, видите, не атакующие абсолютно. А для защиты как-то не особо хочется. И пожирающие растения тоже без атаки. Нафиг надо. Вот плющийся огнем, кстати, неплохая штука. Точильщик топоров. 4-3 за 3 маны. В принципе, еще и плюс 1-1, если на клетку, смежную с колодцем противника призывается. Ну, тоже неплохо. Давайте 3 даже возьмем. Так, дар стали не очень. Кровавый певец наносит 1 единицу урона вашему противнику. Каждый раз, когда умирает вражеское существо. Ну, 2-х можно взять. И подземный грабитель. Я получаю 2 маны каждый раз, когда он в бой вступает. Тоже 2. Возьмем. Дальше. 4 маны. Вот это огненный элементарь я очень люблю. Он создает гору. Добыча ферри из колодца противника наносит ему единицу урона. Тоже неплохая. 2 штуки. Ну, кобальт-берсерк так себе. Мрачный страж. 2 урона противнику тоже так себе. Стоимость случайно выбранной карты уменьшается на 7. Вот это хорошая штука. Огненная бомба. Она носит 4 единицы существу. Или сооружение за 4 маны. Ну, как-то дороговато. Так. 5 ман. Пожиратель кишок. Получает плюс 2, плюс 2. Если у противника 10 жизней меньше. Ну, такое... Знаете, только в конце игры она придет в начале. Хочет каких-то универсальных карт. Подземный главарь. Получаю 2 маны. Ну, давайте 2 штуки возьмем. И шедимский дикарь. 2 единицы урона вашему противнику. Тоже неплохо. 3 атака, 6 защита за 5 маны. По-моему, норм. Так. Зерно ненависти. Вот это... Эти хорошие карты. Видите, на единицу снижается за каждое существо. Чья сила атаки выше запаса жизни. Правда, у меня таких карт не очень много. Но давайте 2 возьмем. И опаляющий призрак. В принципе, он-то и неплох. Но он требует 3 клетки пустыни. А я не буду пустыню ставить в своей игре. И, наконец, за 7 и дороже. О, какой-то у меня вообще классный крок Король Ограф. Стоимость случайно выбранной карты во сроке уменьшается на 6. Правда, 2 атаки всего лишь. Но зато 12 жизней. Ну, пускай одна карта такая классная. Пускай будет. Так, здесь 3 земли и 3 воды. Я не буду воду ставить. Поэтому я не буду брать. Боевой Огр. Насмешка. Насмешка значит, что соседние юниты соперника обязаны только его атаковать. Огр Варвар. Варвар давайте его тоже возьмем. Метатель булыжников. Тоже очень люблю этого чувака ставить по центру. И атаковать 3 жизни все-таки. И атаковать бога моего соперника. И Кобальд Варвар. Тоже 2 штуки возьмем. Все. Теперь давайте нейтральных наберем. Нам еще 3 карты надо. Из нейтральных я бы взял дешевых, типа маленького фермера, чтобы они добывали ферри. Добывали. Все. Больше мне ничего не надо. Ну, давайте сохраним такую колоду. Обзовем ее Фая. В честь Фаины. И пошли играть. Так. Битва. Рейтинговая. Все. Я впервые играю в рейтинги, потому что только недавно достиг 8 уровня. До 8 уровня в рейтинговых битвах играть невозможно. Но сейчас подождем, когда найдется мне соперник. Так. Нашелся какой-то Кай-1. Ну, собственно, мы с ним оба 25-го рейтинга. Так. Кровавый певец. Менять, не менять. Давайте вот боевого угра поменяем. А этих оставим. Еще один кровавый певец. Так. Ну, мне нужно 2 моих горы. Так что начинаем с гор и завершаем ход. Вот видите, их можно выкладывать только когда у вас 2 горы. Ну, он сразу создает степь, получает 2 ферри. Сейчас создаст тут землю и сразу поставит сюда... А, нет, не поставил. Странно. Так, точильщик топоров. Ну, я кровавого певца призову, естественно. Пока все. Ну, видите, у меня тут такие существа, которые предполагают, что я буду колодцем соперника продвигаться. У меня пока такой возможности нету. Получается... Каждый раз, когда вы создаете лес... О, это классная штука. Так, я потом в следующий раз здесь создам гору. Просто потихоньку призываю существа. Что, у меня тут все дешевые сейчас на 3 маны, поэтому я не думаю, что мне имеет смысл как-то ману копить. Он сейчас создаст лес и, видите, тут добавится плюс 1, плюс 1. Ага, вот тут он решил. Нет? Давай тут, я тоже сюда захочу. Гору. Сюда поставишь, что ли, стреляющего этого, того же, что... Нет, закончил ход. Интересный чувак играет. Так, значит, сюда я собираюсь призвать еще одного кровавого певца, пожалуй. Сюда маленького фермера. Пока все. То есть вот я следующим ходом могу вот так две клетки сделать, а потом призвать точильщика топоров, и он получит у меня плюс 1, плюс 1 вот около колодца соперника. Ну, а видите, он... Ну, ладно, я тогда вот тут сделаю земли. О, 2, плюс 3. Он сейчас вперед пойдет, наверное. Нет, призвал. Ну, он тут клеток неплохая штука. Плюс 1, за что он там получает? За каждую клетку леса. Ну, у него через лес неплохо, конечно, чувак валит. Так, сделаем вот так. Теперь вот так и вот так. Пока все. Ну, этот убьет какую-то одну из моих животинок. Скорее всего, он захочет вот эту проатаковать, типа, чтобы я не подошел к колодцу. Ну, я так думаю. Ну-ка, эти карт в руке дофига, а я все выкладываю. Вот я точильщика топоров собираюсь. Мне главное, чтобы вот эту клетку... Ого! Ничего себе! Ну, это как-то без вариантов, по-моему. Так. Плюс 1, плюс 1 получил. Теперь... Отступим. Пока, чтобы он моего... Хотя я мог на смешку сыграть. Да, вот неправильно. Надо было бы его в Огро сюда ставить на смешку. Типа, этот мог бы только его атаковать, а Огр бы не умер. Тогда ладно. Продолжаем. Ну, у меня тоже такая есть сильная карта, просто она пока мне еще не пришла. И, может, и не придет. Дайте его пока, я не проиграю. А он сюда призовет. Подземный грабитель. Ну, что, будет атаковать точильщик и топоров? Или как? А, полетит, чтобы... Атаковать мы его... Тоже неплохо. Пока, конечно, я тут проигрываю. Несомненно. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Еще один точильщик и топоров. Боевой огур. И... Ну, не даем просто, чтобы он построил клетки ко мне. В общем, мне вот этих бы подвести как-то, но... Пока у меня плюс в том, что я получаю больше маны, чем он. Потому что я контролирую два колодца, а он только один. По идее, он вот этими двумя не может убить моего огра. А ему... Он может только огра атаковать. О, отошел внезапно. Почему? Он сейчас сюда кого-то хочет, видимо, поставить. Ну, вот это сильно у него, конечно. Так, взял еще одну ману. У него не хватает маны. Вот видите, о чем я говорю? Случайное... А, он надеется, что случайное существо. Так, что ему для этого надо? Последние слова. То есть, он надо, чтобы я его убил. И тогда случайное его существо получит плюс 3, плюс 5. Ну, нехило, я вам скажу. Видите, я сейчас нанес урон. И еще, давай. Зашибись. Он следующим ходом, наверное, попытается меня атаковать, чтобы... Ну... Нормально. Так, наносит 2 единицы урона вашему сопернику. И наносит 1 еди... 1 единицу урона врагу. Так, в принципе, я, конечно, могу сейчас этого убить. Но он все равно когда-то умрет, понимаете? То есть, этого убью. Но если этот получит 3, плюс 5... То у него будет 8. Я не смогу его убить этим. Вот в чем дело. Может, тогда этого убить, чтобы у него осталась одна жизнь? Так. Или пускай он сначала убивает. Что я тут должен? За его юнитами носиться, правильно? Давайте отступим. Или наоборот подойти. Пускай он именно этого пытается убить. Да, лучше так. Дальше у меня есть... То есть, вот этот, который, чтобы 3, плюс 5 получить, он должен атаковать моего Огра. Блин, надо было еще, наверное, плюющегося Огнем ставить. Ну, это просто кобальт-берсерк. В принципе, ну... Мне бы хотел, чтобы он 3, плюс 5 вот это получила штука. Или этот летающий придурок. Я не знаю, правда, что он им отступил. Ну, давай, атакуй. А то он может только Огра атаковать. Ага, ну, отлично. В принципе, меня устраивает. Так. Что дальше? Ну, вот видите, сейчас я кровавый сток вообще никак не использую. Бесполезно. Мне надо идти к его колодцам. По-хорошему. Этим юнитам. Пойдем сюда. Теперь. Сделаем. Так. Так. Видите, я наношу ему урон, а он мне пока еще не... Не знаю, что он этого дракона держит. Кого мне лучше подставить? Оба, два. Нанесу урон сюда. Видите, чтобы можно было сразу убить. И этого чувачка сюда. Ну, все, у меня карт нету. Вот тоже, кстати, одну единицу урона каждый раз, когда умирает вражеское существо. О, блин, все-таки добавил в себе жизни. Что, он отступит? Серьезно? А, он хочет... Он думает так отступить, чтобы вот этим пролететь и атаковать. Прикольно. Ну, видимо, я смогу убить этого дракона. Но он, мне кажется, неправильно сказал. Потому что я сейчас тут соберу ману, потом вниз опущусь. Соберу ману. Правда, у меня карт нифига нету. Что он сделал? Собрал всю ману. Ну, придется потратить. Так. Все. По нулям. Но он, кстати, тоже не может собрать. Видите, у него сейчас только 4 маны. Кого он сюда призовет за 4 маны? О, блин, убивает за один ход кого угодно. Ну, я, наверное, потрачу плющегося огнем. Кстати, я, по-моему, стрелять им мог. Блин. Нет, он дистанционно вроде не работает. Пошел куда-то. О, опять. Ну, видимо, вот так. То есть сейчас умрет вот мой плющийся огнем. И но это не существо, поэтому он не получает урона. И да. Видимо, дух кровавого истока. Вот эти колодцы считаются колодцами соперника. А это типа мои. Поэтому, когда я буду следующим ходом тут добывать ману, я, по идее, должен нанести ему урон. проблема в том, что у меня мало карты. Видимо, в следующем ходу мне надо будет карту взять. Опять последние слова. Я не буду его атаковать. Пускай он там стоит. что-то водное. Видите, я сейчас взял ману и нанес ему один урон. О, вот этого я чувака очень люблю. Создает гору. Так. И мы, наверное, возьмем карту лучше. А, отлично, метатель булыжников. Я вас могу вот тут поставить и просто стрелять. Блин, я отошел. Хотел уже отойти. У него там что-то водное есть. Видите, он в лягушку меня трансформировал. Для этого ему надо было два вот этих. Да. Мощно. О, зерно ненависти. Тоже классная штука. А вот кого мне? Метателя булыжников или зерно ненависти призвать? Я все-таки хочу метателя булыжников. Так. Ну, мне придется этого убить, потому что я не хочу, чтобы он моего дух кровавого истока убивал. Ну, пожалуйста. Просто самый дальний от меня. Ну, меня устраивает такой вариант. Ну, пока тут получше, по-моему, у меня. Получше. Особенно вот это я буду атаковать издали. маны маны у него маловато. Ну, то есть, он одно какое-то существо может сейчас призвать. А вот у меня зато зерно ненависти тоже неплохая штука. в защиту становится. Ну, я его вполне могу атаковать вот этим огненным элементалем. Он у меня тут без дела стоит такой. Правильно, правильно. Ну, и что у него? Вот у него атака повысилась, и что? Давай, заканчивай уже, ноль у тебя еще одно. Так, этого соберем тут. Этим убьем вепря. Этим выстрелим по этому чуваку. Так. Десять. пять и семь. В принципе, я кобальта могу сюда призвать, а зерно сюда. Да, так и сделаем. Нет, лучше, знаете что, зерно лучше сюда, потому что с этого колодца надо духом кровавого истока собирать. ну, давай, чувачок, у него две карты, четыре маны, я контролирую колодцы, две случайных синих карты добавляет ему. тоже неплохая карта. Ну, блин, это водные карты, сможет ли он их использовать? Посмотрим. Четыре маны. Я не думаю, что за четыре маны можно какую-то классную карту прям поставить. Еще один исток поставит. Что, когда вы собираете ферри? отлично. Правда, я надеялся просто, что на этого сработает. Вперед пошел. Так, блин, я сейчас этим проатакую кровавого певца, а потом и все, я следующим ходом сейчас победусь, он никого сюда не поставит, то я победил. Ну, все, походу. А, блин, не, мой умрет, да, все правильно, потому что ваши как бы эти тоже мешаются. Ну, все, с победой меня. Первая рейтинговая игра, и я победил. Сразу на 24 уровень перешел. Ну, вот, в общем, вот такие ежедневные задания выполнил, первую победу выполнил. В общем, вот такая колода, ну, просто я нигде никакие гайды не читал, вот собрал, мне так вот понравилось колоду через горы играть. В общем, вот такая партия. Все, на этом все. Пользуйтесь, дваги, сыграйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.